Екатерина Юмошкина по новому широкому тротуару теперь прогуливается с удовольствием, а совсем недавно, рассказывает девушка, здесь было некомфортно ходить. В скором времени эта территория преобразится до неузнаваемости. Чтобы рядом с ЗАГСом Красноглинского района появился современный скверик размером почти с футбольное поле. Местные жители единогласно голосовали в прошлом году. Стройка стала возможна благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». К концу лета в новом скверике можно будет не только отдохнуть и сфотографироваться молодоженам после регистрации брака, но и просто погулять горожанам. Поселок управленческий облагораживается благодаря тем возможностям, тем программам, которые существуют на сегодняшний день в Самарской области и которые к удовольствию всех жителей приводят территорию вокруг в порядок, даже не в порядок, а наводят красоту. Локация около ЗАГСа, она очень важная и для тех, кто приезжает, хочется, чтобы вокруг в такой торжественный праздничный день было красиво. Здесь такая очень-очень будет уютная территория. Плиточные тротуары уже готовы на площади около полутора тысяч квадратных метров. Сейчас монтажники прокладывают под землей трубы для автополива и провода для фонарей. Впереди разбивка клумб и посадка 4000 квадратных метров газона. На финишном этапе установят 8 скамеек, 6 кресел и 36 урн для мусора. Знаковой будет арка для новобрачных и беседка. А еще предусмотрена новая парковка на 10 автомобилей для свадебного кортежа. Сейчас на объекте работают бригады разных специалистов. В вечернее время просят жителей не шуметь. И утром тоже, чтобы не греметь, не шуметь. Режим такой более щадящий для граждан. На площадке у нас ежедневно от 7 до 8 человек рабочих, 2-3 техники, ну и плюс КАМАЗы, погрузчики. В этом году в Самаре будет благоустроено 5 общественных пространств. Преобразятся первая очередь парка молодежный и парка Воронежские озера. Сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий, сквер в районе дома номер 170 по улице Ташкентской. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.